Радиостанция «Голос России» и Министерство регионального развития представляют программу «Домой в Россию». Если вы задумываетесь о переезде в Россию, то это передача для вас, уважаемые соотечественники. В студии Татьяна Соловьева. Здравствуйте. В эти дни с 25 по 27 октября в Омске при поддержке Министерства регионального развития проходит пятый международный информационный форум «Интеграция соотечественников МЕФИС-2011». На него приехали 150 делегатов из разных регионов России и за рубежа. Такие встречи проходят ежегодно. На них соотечественники могут познакомиться с регионами-участниками государственной программы «Содействие добровольному переселению». Встретятся с их руководителями – работниками Федеральной миграционной службы, Министерства регионального развития, Минздрав соцразвития и Министерства иностранных дел. МЕФИС за время своего существования превратился в эффективную площадку для диалога между участниками долгосрочной целевой программы, органами государственной власти, общественными организациями и экспертами. На форуме идет обмен опытом и отработка предложений для совершенствования механизмов государственной программы. О том, как проходит нынешний форум в Омске, мы попросили рассказать заместителя директора Департамента межнациональных отношений Минрегиона Марию Кресько. «Это пятый юбилейный форум интеграции соотечественников. Омскую область выбрали как типичного представителя Сибирского федерального округа. Это регион, очень активно работающий с переселенцами. В этом году программа Омской области претерпела существенные изменения. Буквально на днях новая редакция программы внесена в правительство. В ней расширяются территории вселения. Именно поэтому мы и выбрали Омскую область». Ну, насколько я знаю, предыдущий форум был в Дальневосточном регионе. Это приоритетный регион для программы содействия переселению. А вот Сибирь, пользуется она популярностью среди переселенцев? Как идет процесс этот? Конечно, Сибирь пользуется популярностью среди переселенцев. Она не менее приоритетна для нас, чем Дальний Восток. Омская область приграничная, она граничит с Казахстаном. И наибольшее количество желающих переселиться в Омскую область – это как раз граждане Казахстана. Это в основном те, кто в свое время уехал поднимать соляну. То есть в советское время очень большой был набор, оргнабор. Именно в сибирских регионах, и вот из Омска очень многие туда уехали, остались. И вот сейчас их потомки, ну или они сами тоже в том числе, возвращаются на историческую родину. Этот форум, наверное, в рамках программы, которая действует до 2012 года, наверное, будет последний? Или еще будет один форум? Нет, в 2012 году еще будет форум. Ну и кроме того, мы очень рассчитываем на то, что программа будет продлена. Сейчас подготовлена новая редакция программы, где она предусмотрена в бессрочный ее характер. И вот в ближайшее время мы ожидаем рассмотрения этой новой редакции на правительственной комиссии миграционной политики под руководством Шувалова. Это была Мария Крисько, заместитель директора Департамента межнациональных отношений Минрегиона. Мария Олеговна также сообщила нам, что в рамках МЕФИС-2011 презентации своих программ проводят регионы, которые входят в Сибирский федеральный округ. Но, безусловно, самый большой интерес вызывает Омская область, хозяйка нынешнего форума. В эфире программа «Домой в Россию». В Омск на МЕФИС-2011 приехали 8 соотечественников из 5 стран. Они планируют переезд в Россию. И приехали, чтобы познакомиться с регионом, встретиться с потенциальными работодателями, изучить обстановку и выбрать место для будущего дома. Самую подробную информацию о регионе и местной программе содействия переселению на форуме представил первый заместитель председателя правительства Омской области Андрей Бесштанько. Когда государственная программа «Казань и содействие переселения соотечественников» в Омской области начала реализовываться в 2009 году, мы с нетерпением ожидали первых анкет, которые у нас пришли из Республики Казахстан, пришли из Германии. И мы очень внимательно рассматривали каждое предложение с точки зрения того, насколько человек мотивирован для поиска работы, для обустройства в России. Мы исходили из главного. Насколько человек желает самостоятельно встать на ноги здесь, понимает, что не все вопросы мгновенно решатся. И никто не планирует для каждой семьи однозначно решить вопрос, связанный с трудоустройством мгновенно. То есть, особенностью реализации нашего подхода, Омского подхода, реализации программы явилось два обстоятельства. Во-первых, это предоставление рабочего места, реального рабочего места с согласованием с работодателем. То есть, человек приезжал в территорию Омской области, уже зная, где он будет работать, зная, какую он получит заработную плату. И уже от этого мы потом решали вопрос, связанный с здравоохранением, с образованием и с жильем. Будь то это компенсация аренды жилья, будь то это предоставление земельных участков для строительства, будь то это помощь в приобретении жилья за счет проданного на предыдущем месте жительства. То есть, заряженность на конкретную работу, на экономическую активность, которая нами поддерживалась вот такой гарантией рабочего места. Это самая главная была особенность. Потому что мы проводили и видеокастинги по интернет-связи между работодателями, уже под конкретное рабочее место. Большинство у нас заявок оформлялось под гарантийные писемы работодателей о приеме на работу. Потому что у нас очень активно отработала служба занятости. И свой функционал в этой программе они выполняли на 200%, подыскивая подходящую работу для каждой семьи. А вторая особенность заключается в том, что в отношении каждой семьи, которая сюда приезжает, устанавливался режим постоянного сопровождения. Постоянного сопровождения на первого этапа вхождения в социализацию в российское общество. Это 6 месяцев с момента приезда, постоянный контакт, постоянное информирование о возможности решения вопроса по образованию, по устройству детей в детский сад, по устройству детей в школу, по указанию медицинских услуг. Вот эти две составляющие, помимо всех вопросов, связанных и с выплатами, и с оформлением гражданства, и с предоставлением межсоциальной поддержки, и с предоставлением возможности участвовать в программе садового занятости, открытие собственного дела и поддержке инициатив, предпринимательских инициатив, которые у нас реализуются в регионе. Все это дало результат. У нас на сегодняшний день чуть меньше 2000, уже по 2000 участников этих программ, вместе с членами семей. И количество желающих увеличивается прямо пропорционально нашей активности по презентациям. Когда мы проводим презентации, происходит такой всплеск активности, количество анкет увеличивается в разы буквально. Эта программа, оказание содействия, приселение соотечественников в Омскую область, эта программа является частью так называемого плана Полежаева, плана нашего руководителя, руководителя нашей области, по привлечению наиболее экономически активной части наших соотечественников из ближайших стран. Понимаете, это совершенно объективно, поскольку Леонид Александрович достаточно серьезное время работал в Казахстане, его многие знают, знают, что такое Омская область, и напрямую ассоциируется и со стабильностью, и с доверием людям, которые приезжают. Оно связано именно с личностью нашего губернатора, и поэтому у нас 86% приезжих – это Республика Казахстан, потому что люди помнят и объекты Полежаева, и помнят его. Очень много людей там, из тех соотечественников, которые там проживают, они знают, что такое Омская область. Омская область – это доверие региональному лидеру. Поэтому очень серьезно нам, конечно, помогало в продвижении этой программы гарантии губернатора в части материальной поддержки, поиска работы, предоставления жилья. Поэтому неудивительно, что у нас основное количество участников из Республики Казахстан, Республики, которая территориально приближена к Омской области. У нас общая граница – тысяча километров, поэтому здесь и культурные связи, и экономические связи – они дали о себе знать. Несмотря на то, что с начала реализации этой программы прошло чуть больше двух лет, можно сказать, что она состоялась, эти люди нашли здесь работу, эти люди устроили свои семьи, эти люди дали надежду своим детям на будущее, дали возможность выстроить свой жизненный вектор в среде, которая способствует развитию собственного языка и культуры. И Омская область, об этом очень часто и губернатор говорил нашего региона, будет активно участвовать в этой программе, потому что мы убеждены, что только объединяя усилия соотечественников нашей страны, по всему миру, мы дадим импульс развитию нашей страны в целом. Не использовать этот потенциал было бы только за счет, например, гастарбайтеров, тех же самых, было бы, на наш взгляд, неразумным. С какими трудностями столкнулись реализованные программы? Вот из-за числа отказов анкет, наверное, самая главная трудность являлась в том, что люди не были готовы самостоятельно, собственными силами, вступать в число участников программы. Было определенное непонимание у некоторых участников программы по уровню заработной платы, потому что мы всегда давали реальные рабочие места с перспективой. То есть вот этот эффект розовых очков, он все-таки присутствовал, что на все готовое, мгновенно здесь принимается решение. Нет, конечно же, очень многое зависело от активности людей, от заряда на результат. И где-то процентов, вы знаете, процентов 5 всего у нас было отказа от общего количества, потому что люди все-таки отбирались очень активно и во временных группах федеральной миграционной службы на территории стран, где разворачивалась информационная кампания. В целом информирование через различные средства массовой информации, интернет, через телефонные переговоры давал результат. Поэтому это самая главная сложность, за исключением тех моментов, которые по ходу программы расшивались. Все, что касается таких бытовых элементарных вопросов, связанных с перевозом имущества, декларированием имущества, снятием каких-то таможенных проблем и вопросов. Здесь у нас общее было взаимопонимание и со стороны всех федеральных структур на территории области, да и, должен сказать, со стороны Казахстанской республики, где не оказывалось никаких препятствий в оформлении документов, в предоставлении людям возможности переехать на территорию Российской Федерации в Омской области. Надо отдать должное здесь нашим соседям. Несмотря на то, что, конечно, люди уезжали за должностей, которые вот в самом механизме, да, это и социальная сфера, и бюджетный сектор очень востребованы. Мы по-соседски, по-доброму все эти вопросы решали. Кстати, программа переселения соотечественников, она есть и в Республике Казахстан, своеобразная, да, где они уже собирают своих соотечественников по всей стране. Поэтому мы здесь не делим людей на приглашенных и не приглашенных, мы активно выезжаем на территорию сопредельных стран и активно предлагаем возможность переехать на территорию нашей области. Учитывая то, что Вы сказали, от Вас кто-то уехал обратно в Казахстан? Нет, не один, не один, не один. Ни один участник программы назад не уехал, все остались здесь. Кому бы в дальнейшем, например, не стоило беспокоиться из тех, кто хочет переехать? По каким причинам откажете или все-таки примете? Вы знаете, мы исходим, конечно же, из приоритета поиска наиболее квалифицированных специалистов, но на рынке труда Омской области востребован очень широкий спектр специалистов в различных отраслях региональной экономики. Я могу сказать Вам, что у нас в принципе, например, по основанию низкой квалификации отказов было единичное в случае, потому что по уровню развития рынка труда Омская область последние два года занимает ведущие позиции в Сибирском федеральном округе. У нас минимальная зарегистрированная безработица в Сибирском федеральном округе, порядка 1% от экономически активного населения. И здесь отказ, наверное, возможен только в том случае, если у человека нет уверенности активно готовиться к участию в программе, и мы это чувствуем, потому что в рабочей группе по приему документов есть и психолог, есть и специалист по сопровождению. Поэтому я могу сейчас официально заявить, что у нас официальных причин таких 100% для отказа нет. Мы готовы рассмотреть все анкеты, мы готовы помочь любой семье, которые реально заинтересованы и готовы переехать на территорию Омской области, жить, растить своих детей, трудиться и смело смотреть в будущее. А как-то курируете семьи, которые переехали, и, допустим, какое-то время же нужно на адаптацию, на то, чтобы человек прижился? Да, я об этом говорил. То есть у нас вот этот период сопровождения, он длится как минимум 6 месяцев, мы очень внимательно отслеживаем, потому что нам не все равно, что происходит дальше. Ведь они ведь потом общаются с теми семьями, с которыми они дружили и общались по месту прежнего жительства. И это, вы знаете, наверное, самое главное. Такая оценка и награды, когда люди сообщают в ту страну, от которой они приехали, что их здесь приняли, дали возможность подняться, встать на ноги и смело смотреть в будущее, в будущее своих детей. Это самое главное. То, что мы всегда ориентируем людей на результат, на психологическую поддержку. Но два года с небольшим реализацией этой программы доказал ее эффективность. Эти люди, они очень нацелены на работу, вот они показывают результат, к которым нужно нам всем стремиться. Эти люди действительно соотечественники, они чувствуют свою сопричастность к развитию нашей страны и активно в этом помогают. Поэтому программа будет развиваться, будет жить, и мы всех приглашаем к участию в этой программе, всех приглашаем в Омскую область. Вы считаете, регион таким образом прирастает и получает экономическую пользу? Он только выигрывает, только выигрывает, потому что прежде всего приезжают в Омскую область люди с достаточно высокой квалификацией в различных сферах экономической деятельности. Мы получаем экономически активных людей, которые готовы работать, которые готовы строить будущее нашего региона. И эта программа поддержки соотечественников, она является неотлемлемой частью плана нашего губернатора, который проецирует и создает приспосылки для формирования будущего нашего региона. А будущее нашего региона именно в развитии вот этой экономической инициативы, предпринимательства и самореализации в бюджетной сфере, и все это будет давать результат, безусловно, потому что за инициативой будущее. Что бы пожелали тем, кто только еще думает о том, чтобы переселиться непосредственно в ваш регион? Всем потенциальным участникам программы я искренне желаю веры в собственные силы, желания изменить свое будущее собственными действиями. Своей стороны могу сказать, что все структуры, региональные структуры областного правительства, опираясь на такую твердую позицию губернатора по продвижению этой программы, окажут всесторонную помощь и поддержат в любой ситуации. Вот таким пожеланием завершил свой рассказ о региональной программе содействия переселению соотечественников первый заместитель председателя правительства Омской области Андрей Бештанько. В следующих передачах нашего цикла мы расскажем о других регионах, которые представили свои программы на форуме МЕФИС-2011 в Омске. Своими впечатлениями поделятся соотечественники-участники форума и те, кто уже переехал в Россию, и те, кто только планирует это сделать и пока только собирает информацию. В завершении я хочу еще раз напомнить, что у каждого региона участника программы есть собственный сайт с подробной информацией о его возможностях, ситуации на рынке труда, наличии вакансий. Там же размещаются памятки участникам программы и другие необходимые сведения. Адреса можно найти на интернет-форуме «Интеграция соотечественников» по адресу www.mefis.ru в разделе «Куда поехать». Там есть список всех регионов и территорий вселения, а также адреса и телефоны органов, которые отвечают там за реализацию госпрограммы. На этом же интернет-ресурсе, созданном при поддержке Министерства регионального развития, можно получить профессиональную консультацию представителей органов государственной власти и ценные практические советы от опытных переселенцев. Там же вы найдете ссылки на полезные интернет-ресурсы, которые содержат всю информацию о государственной программе содействия переселению. Это сайты МИДа, Минздравсоцразвития, ФМС, а также Рост труда. Там же есть ссылка на портал для соотечественников, проживающих за рубежом русский век, и на интернет-ресурс, который так и называется – официальный информационный пакет о государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Там есть вся необходимая информация, которую нужна переселенцу, которая только рассматривает возможность переезда в Россию. После окончания этой передачи начнет работу «Горячая телефонная линия». Если у вас есть какие-то вопросы относительно государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников и за рубежа, то в течение двух часов после эфира вы сможете связаться с оператором. Для этого нужно позвонить по бесплатным телефонам «Горячей линии». Запишите номера 8 800 100 06 76. Повторю, 8 800 100 06 76. Следующий телефон для слушателей Украины. Номер 0 800 502 676. 0 800 502 676. Соотечественники, которые живут в Германии, могут связаться с операторами по номеру 00 800 0100 06 76. А из Израиля нужно звонить по телефону 014 800 0100 06 76. Также свои вопросы вы можете отправить нам по электронной почте. Наш адрес – домойсобакарувр.ру. И на сайте «Голосы России» по адресу 3wruvr.ru можно будет прочитать все материалы, которые звучат в цикле программ «Домой в Россию». Пишите и звоните нам. С вами была Татьяна Соловьева. До свидания. Программа создана при поддержке Министерства регионального развития.